Привычная нам встреча Нового года 1 января началась только в эпоху Петра I. До этого на Руси существовал совершенно другой принцип летоисчисления. Считалось наступление Нового года 1 сентября, и лета годы считались сотворением мира. Вот в 1699 году, а по-старому в 7208 году, 1 сентября отметили Новый год, а 19 декабря Петр I издал указ о том, чтобы с 1 января считать год уже 1700, и вот отныне отчет лет ввелся так же, как и в Европе, так же, как и у других христианских народов, от Рождества Христова. И вот первым годом, который мы встречали по новому летоисчислению, стал 1700 год. 20 декабря, то есть на следующий день после издания первого указа о новом летоисчислении, Петр I издает следующий свой указ, который определяет, как надо праздновать Новый год. Предполагалось, что этот день, 1 января, начинается с богослужения, с принесения благодарственной молитвы, после чего начинается праздничное веселье с потешными огнями, с фейерверками, с салютами. Все должны поздравлять друг друга с наступлением Нового года, и обязательно все подданные должны были украшать свои дома, украшать их деревьями или ветками, еловыми, сосновыми и можжевеловыми. А если это были бедные жители города, которые не могли себе позволить такие пышные наряды, то они должны были, по крайней мере, повесить на ворота или над крышей хотя бы еловые ветви. Предполагалось, что Новый год встречается пушечной пальбой, и каждый из жителей города должен на своем дворе сжечь огни потешные или, по крайней мере, сжигать еловые ветки, которыми наполняли бочки, и производить стрельбу из небольших пушек и ружей. Такой порядок празднования Нового года с потешными огнями, с фейерверками, с пушечной стрельбой. Вот эта традиция, начиная с 1700 года, повторялась из года в год. Как же отмечали Новый год при императорском дворе? Мы знаем о этих церемониях, начиная с эпохи Анны Иоанновны. Согласно камерфурьерским церемониальным журналам, мы знаем, что 1 января в соответствии с повестками, так назывались приглашения, которые рассылались накануне придворным, придворные должны были к 11 утра явиться во дворец, дамы в робах, то есть в платьях с облегающим лифом и широкой юбкой, кавалеры в нарядных платьях. Все они собирались в 11 часов в галерее, в 12 часов прибывали иностранные послы, и в 12 часов из своих внутренних покоев императрица, нарядно одетая, в малой императорской короне, в сопровождении членов императорской семьи, выходила в дворцовую церковь. В церковь совершалась божественная литургия. После окончания богослужения императрица и императорская семья выходили из церкви. В галерее их встречали придворные иностранные послы, которые приносили свои поздравления членам императорской семье. Императрица жаловала избранных придворных к руке. Во время поздравлений с Адмиралтейства и с Петропавловской крепости стреляли пушки. 101 выстрел раздавался из пушек Петропавловской крепости и 100 выстрелов с башен Адмиралтейства. После этого императорская семья и придворные следовали на праздничный обед. Во время стола произносились тосты с пожеланием благополучия членам императорской семьи, конечно же, в первую очередь императрицы. А императрица произносила тост с пожеланиями благополучия своим подданным. Во время каждого тоста играла музыка, каждый тост сопровождался игрой на трубах или таврах, и раздавались, опять же, выстрелы с крепостей, из пушек, которые стояли на льду Невы напротив Зимнего дворца. При Елизавете Петровне эти застолья стали еще более пышными, и мы знаем, что при Елизавете обычно столы выстраивались еще такими затейливыми фигурами. И вот даже в камерфургерских журналах обязательно отмечалось, что обед состоялся за фигурными столами, и к терминальному журналу прикладывались рисунки этих столов. Далее все расходились по своим покоям, придворные уезжали из дворца, но уезжали ненадолго. Вечером они вновь приезжали в императорский дворец, и начинался новогодний бал, великолепный бал, на котором, опять же, все присутствовали в нарядных платьях. Во время этих балов, опять же, поздравляли императрицу, играла итальянская музыка, пел хор придворных певчих, и бал продолжался до позднего вечера, и завершался он фейерверком. Фейерверк устраивали на берегу Невы, и императрица очень часто смотрела на фейерверк из окон дворца. Совершенно необязательно было выходить для того, чтобы насладиться вот этими огненными потехами. Праздники продолжались до 6 января, когда происходили уже крещенские церемонии, водосвятия на Неве. В эти дни императрицы выезжали в гости к своим придворным или устраивали балы и маскарады в зимнем дворце. Особенно пышными балы были в царствовании Елизаветы Петровны и в царствовании Екатерины II. Перемежались балы маскарадами. На маскарадах все присутствовали в масках, но не всегда это были такие маскарады в нашем представлении, то есть никто не наряжался в какие-то, не знаю, там, зверюшек или какие-то такие особенно экзотические костюмы. И при Елизавете, например, приглашая придворных на бал, даже была такая фраза, что всем быть в костюмах, но не надевать орликинских, пилигримских или крестьянских платьев. Но обязательно надо было быть в масках или в домино. Домино – это плащ с капюшоном. Домино могли быть не обязательно черными, но, как мы знаем сегодня по картинам, изображения карнавальных костюмов в основном – это черные домино и черная маска. Вот у нас есть в экспозиции портрет Алексея Боблинского, который как раз представлен вот в таком маскарадном костюме. Но эти домино могли быть и, например, розовыми. Как правило, в приглашениях к императорскому двору оговаривалась вот та форма костюма, которая предполагалась для того или иного маскарада. Императрицы, в том числе и Екатерина II, они тоже надевали эти маскарадные костюмы. Известен бал при Екатерине II, во время которого императрица и ее придворные были одеты в римские костюмы. Очень часто на балах присутствовали не только дворяне. Вообще на балах, на маскарадах, особенно на маскарадах, присутствовало обычно несколько тысяч человек. И маскарады устраивались как для дворянства, так и для купечества. Но только проходили они в разных залах. Маскарад для дворян, он проходил в тех залах, которые сегодня нам известны, как Гербовый зал, как Петровский тронный зал, галерея 12-го года. Но только раньше эти залы имели немножко другое оформление и иначе назывались. А вот купечество танцевало в тех залах, которые сегодня мы знаем, как авансзал, николаевский и концертный. Но раньше они назывались антикамеры окнами на Неву. И Екатерина II во время таких балов надевала маску, надевала домино или какой-то подобающий тому или иному тематическому маскараду костюм. И обходила залы, приветствуя своих придворных. Сама она во время этих маскарадов не танцевала. Для нее ставили стол, и она играла в свои любимые карточные игры. А вот ее сын, великий князь Павел Петрович, как правило, посещал маскарады как купеческие, так и дворянские. И танцевал как в тех, так и в других залах. Иногда на маскарады, вот купеческие маскарады, поскольку они были все-таки для людей с меньшим достатком, гости этих купеческих маскарадов иногда приходили в национальных костюмах, ну, как писали, в приукрашенных национальных костюмах. Известно, что Екатерина, она вела при русском дворе моду на все русское. Она вела придворный костюм, который напоминал русский национальный наряд. Сама одевалась часто в русское платье. И вот на маскарадах, на балах очень часто и сама Екатерина, и придворные дамы присутствовали в так называемых русских костюмах. Не менее пышно, чем Новый год, отмечали в екатерининское время и Рождество. Это был действительно веселый праздник. Он также начинался, конечно же, богослужением Дворцовой Церкви, поздравлением членов императорской семьи, праздничным обедом. А вот вечерами обычно в покоях Екатерины II, в личных комнатах, это залы, в которых сейчас находится экспозиция французского искусства XVIII века, вот в этих залах придворные Екатерины собирались для того, чтобы встречать святки. Туда же приходил великий князь Павел Петрович со своими кавалерами, и вот в пять часов начинались веселые игры. Начинались они танцами. Сначала танцевали минуэт, причем в этом минуэте, в этих танцах принимали участие как великий князь, так и сама императрица. Потом начинались контрданцы, контртанцы, как их называли. Они отличались от минуэта тем, что в минуэте пары следовали одна за другой, а в контрданцах они стояли напротив друг друга. Павел Петрович в этих танцах маленький, будучи, участие не принимал. Екатерина тоже в контрданце не танцевала, поэтому, когда придворные танцевали контрданцы, тогда Павел с придворными играл в бирюльки, а Екатерина свои любимые карточные игры. А потом начинались более такие веселые, раскованные времяпрепровождения, начинались веселые игры, о которых мы очень подробно знаем из воспоминаний, из дневников воспитателя великого князя Павла Петровича Семена Андреевича Порошина. Описывая святочные игры в покоях Екатерины II, воспитатель великого князя Павла Петровича Семен Порошин писал так. В уидиенс-комнате, где трон стоит, началась игра. Сперва, взявшись за ленту, все в круг встали. Некоторые ходили в кругу и прочих по рукам били. Эта игра называлась рукобитие. Как эта игра кончилась, встали опять все в круг, но теперь без ленты. Уже по двое, один за другого. Гоняли третьего. Мы можем только теперь приблизительно догадываться, как проходила такая игра. После сего золото хоронили, заплетись и плетень пели, по-русски плясали, польские минуэты и контрданцы танцевали. Ее величество во всех этих играх сама быть и по-русски плясать изволила. И в этих же танцах, в этих же играх, в этих русских плясках принимал участие, конечно же, великий князь Павел Петрович, которому тогда было всего 11 лет. И, как писал его воспитатель, с его высочества под почти капал, столь искренне принимал он в всех забавах участие. А когда вот эти русские пляски закончились, началась еще более необычная часть вот этого святочного праздника. В то время, как все сии увеселения происходили, пишет Семен Андреевич Порошин, вышли из внутренних ее величества покоев семь дам, которые всех крайне удивили. Нарядились в женские платья Григорий Григорьевич Орлов, Александр Сергеевич Строганов, камергер Николай Александрович Головин, камергер Петр Богданович Пасек, шталмейстер Лев Александрович Нарышкин и камер-юнкер Михаила Егорович Баскаков. На всех были кофты, юбки и чепчики. А у еще одного кавалера, у Белосельского, на голове была косынка, и одет он был прочих похуже, так как боярские бояры не одеваются. Представлял он маму, а прочие представляли боярышень под ее смотрением. Как пришли, то посадили их за круглый стол, поставили закусок и подносили пуншу. Много тут шалили и потом вставши плясали, сидя за столом, Безосельский про боярышень сказал, между прочим, что они из всех закусок лучше любят сосульки. Вот такие необычные игры проходили в комнатах императрицы. Но, конечно, такое веселье с русскими плясками Екатерина позволяла себе только в узком кругу придворных. Присутствие широкого круга приближенных, иностранных послов в основном проходили официальные церемонии, причем, если в Елизаветинское время на эти церемонии приходили в пестрых платьях, как писали, то в Екатерининское время вот поздравлять Екатерину с Новым годом перед дворцовой церковью придворные собирались в нарядных платьях, а кавалеры различных российских орденов обязательно в орденских костюмах с мантиями. Поэтому вот эти вот новогодние праздничные церемонии, они выглядели очень торжественно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова